МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готов ли ваш ребенок к школе? Пока нет. Нет, еще не готов. Нет времени. Готов? Нет, еще не совсем. Я ему только такое купила. Осталось канцелярские товары, больше такого ничего нет. А так, на физкультуру это купила. Да, вот сегодня походили, купили тетради, форму купили. А на какую сумму рассчитывается? Ну, не меньше, наверное, 15. Ну, вообще у меня на школу постоянно уходит 20-25, вот так вот, в этой сумме. А на этот раз только 15 ушло. Сразу так не скажу я. Около 20 тысяч одного. Кировочно где-то 1020 обошлось. Ну, где-то, ну, в прошлом году где-то ушло 150. Это на одного? Да, на одного. Деньги есть. А что в эту сумму входит? Ну, все принадлежности, тетрадки, форма. Не так дешево. Школьная форма, рюксак, портфель, обувь. Это даже я мало сказала. Ну, вот форму взяли, портфель взяли, потом все принадлежности, которые в школе надо. Тетради, товары, форма школьная. Пока все. А нам еще надо много чего купить еще. На чем, по-вашему, собирая ребенка в школу, можно сэкономить? Да, на все можно сэкономить. Можно взять более, не такую дорогую форму. На все можно сэкономить. Ой, я даже не знаю, если честно. Это трудный вопрос. Затрудились ответить. Ну, я не экономила. На чем можно сэкономить? Собрать ребенка в школу. Каждая семья, имеющая детей, знает, как тяжело и затратно подготовиться к школе. А если детей несколько, то это серьезная задача для родителей. Зачастую это непассивные расходы, которые ложатся на плечи многодетных, малоимущих семей или тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это проект «Прямой разговор». Сегодня гость нашей студии и руководитель благотворительного фонда «Быть добро» Амурхан Косов. Амурхан, здравствуйте. Здравствуйте. Очень хочется узнать, как вообще возникла идея акции, как она начиналась, кто был у истоков. Давайте поговорим об этом. Акция «Собери ребенка в школу», ну, мое мнение, она еще существовала до создания нашей организации. Нашей организации в этом году 10 лет. Я уверен, что эта акция была еще до нас. Мы ее проводим уже десятый раз. Хочется отметить, что эта акция объединяет многие общественные объединения, органы государственной власти, лица Министерства труда и социального развития, союз детских, пионерских организаций, фонд «Быть добро» и множество-множество других объединений, в том числе коммерческих организаций. Есть у нас в Осетии такая крупная организация, которая реализует констовары. Они нам активно всегда помогают, абсолютно безвозмездно. Помимо этого, это жители нашей республики. Как раз-таки в этих организациях установлены специальные коробки, куда можно будет поставить констовары, там портфели, ручки, карандаши и многое другое. И люди активно это делают. Также меценаты, которые приобретают констовары. В этом году мы будем снова выделять констовары, школьную одежду для девочек и для мальчиков. Конечно, у нас очень много подопечных. С каждым годом количество подопечных растет. Нужно это отметить. Я как раз хотела спросить о динамике. С каждым годом увеличивается количество нуждающихся или уменьшается? Количество увеличивается, но нужно учитывать еще, что у нас, помимо этого, вынуждены переселенцы из новых территорий, которым мы тоже помогаем. И помимо этого, мы еще помогаем детям, которые находятся непосредственно там. Это Запорожская область. Стараемся всегда помогать нескольким настеленным пунктам. Там тоже есть дети, которые под обстрелами, но все-таки стараются, ходят в школу. Кстати, это тоже какой-то героизм, я бы сказал. Вы знаете, отправлять своего ребенка на учебу. Огромное спасибо этим родителям, потому что есть родители там, которые, их дети уже около двух лет в школу не ходят. И это, конечно, неправильно. Это наверняка не связано с опасностью. Это какие-то другие у них пожелания, видать. Но есть дети, которые уже учат и русский язык, и украинский там все вместе. Поэтому мы активно поддерживаем этих детей. Амархан, вы сказали о том, что более 10 лет реализуется проект, это акция «Собери ребенка в школу». Скажите, за эти 10 лет скольким людям вы уже смогли помочь? В этом году нам немного сложнее, но в среднем это бывает тысяча-полторы тысячи детей. В этом году, кстати, подключилась еще и администрация города Владикавказ, тоже активно. Я думаю, у нас будет возможности больше помочь. Но помимо нашей организации, нужно отметить, что еще комплексные центры социального обслуживания населения по всей республике тоже стараются помогать жителям в своих районах. А вот я знаю, что если говорить о концессунах, одна из активных – это Альбина Дзублаева, которая на протяжении более 15 лет помогает многодетным семьям, насколько я знаю. Нужно отметить, что именно Альбина Хасана тоже уже сколько лет занимается данной акцией. И есть еще люди, которые всегда помогают. Если можно, я тоже бы хотела их озвучить. Как раз вот хотела узнать, да. Сильва Копиан, мне кажется, это женщина, которая приехала, будучи беженкой, приехала в Осетию. Из Армении, если я не переживаю. И стольким тысячам и детям, и взрослым помогла. И я вот искренне хочу сказать, что если меня спросят, знаешь, такую женщину, которая может олицетворять осетинку, я бы сказал, это Сильва Копиан. Амурхан, на твой взгляд, насколько важно сегодня социально активному бизнесу помогать малоимущим слоям населения? Бизнес Осетии, да и не только Осетии. Есть много других регионов, где активно бизнес, сообщество. Всегда стараются помогать. Например, взять центр мой бизнес, который у нас в республике функционирует. Это организация, которая объединяет всех предпринимателей. Есть, которые не входят в эту организацию, самостоятельно помогают. Но хочется также выразить благодарность центру мой бизнес, который вот сейчас тоже будет помогать. Несмотря на все сложности, которые существуют сейчас в нашем мире, когда доллар стоит дороже 100 рублей, бизнес помогает. Возьмите обычные кофемашины, вот эти организации. Многие другие предприниматели, некрупные в том числе. Даже есть одна кафешка в Осетии, в городе Владикавказ, одна кафешка. Вот поверите, нет. Иногда я могу ее по возможностям, точнее не по возможностям, а по желанию помочь, сравнить с очень крупными предприятиями нашей республики. То есть желание помогать у них такое активное. Я вот думаю, они, наверное, работают только на благотворительность, что ли. И это такие... Если это не секрет, давайте скажем, пусть знают зрители, кто это. Это вот кафе Сирия. Вот вы кушаете швармо вкусно, а вы еще и помогаете. Поэтому вот кафе Сирия, вообще, если брать благотворительность в целом, Бавария у нас номер один как меценат, и благотворительность – это бесспорно. Где бы я ни был, я везде слышал название этой организации. Это однозначно. Но реально по желанию помогать, не по возможностям материалам, по желанию, вот я бы Сирию сравнил с Баварией. То есть они тоже прям очень хотят помогать. И по своим материальным возможностям это делают достаточно хорошо тоже. Насколько активно принимает участие бизнес в реализации вашей акции, этого проекта в частности? Ну, как я ранее озвучил, конечно, сейчас бизнесу самому очень сложно. Ну, вот, например, организация «Констоварищ», вы можете, конечно, убрать название этой организации, может, это реклама. Но реально семья Варихановых, которые уже сколько лет занимаются этим бизнесом, каждый год, каждый год, помимо того, что мы стараемся, вот люди помогают, от себя очень много тоже делают. И за это я хочу выразить огромную благодарность. К сожалению, там разные телекомпании, может быть, ваши тоже запрещают озвучивать имена меценатов или название организаций. Но мое мнение, наоборот, нужно говорить о них. В данном случае это «Констоварищ», который поддерживает не только наши акции, проекты, который поддерживает движение КВН и многие другие проекты. Это же круто, и об этом надо говорить. Огромное им спасибо. Есть множество организаций разных, которые находятся и во Владикавказе, и в районах республики, даже которые находятся за пределами нашей республики, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других регионах. Всегда звонят, интересуются, чем помочь. Позавчера вот предприятие «Миранда», да, позвонили, оказали помощь конкретно ребенку. Сегодня звонил один парень, предприниматель, говорит, так и так, вот хочу ребенку помочь. Взял, перечислил, помог ребенку. То есть, учитывая все сложности, которые сейчас есть в мире, благотворительность, кто-то бы сподумал, сказал, ну, денег нет, и благотворительность должна потухнуть. Но здесь какой-то обратный эффект. Я вот как человек, который тоже пишу диссертацию на тему благотворительности, могу профессионально озвучить, это стопроцентный факт, и из моей жизни десятилетней, да, когда становится сложнее, например, СВО, пандемия коронавирусная, да, это инфекция, люди помогают больше. Вы вспомните коронавирусную инфекцию, когда предприятия стояли там, я не знаю, магазины не работали и так далее. Так бизнес же помогал еще активнее. Вот какая-то интересная психология у бизнеса и вообще у человека. Сложнее становится в стране, в регионе, например, или в целом мире, да, и бизнес больше помогает. Вот такая закономерность интересная. Амурхан, желающих, конечно, и нуждающихся большое количество, помочь всем невозможно, и это нереально. По каким критериям вы отбираете семьи? Первое, это, конечно, семья должна быть малоимущей. Ну, как показывает практика, справки о том, что семья является малоимущей, не всегда достаточно для нас, поэтому мы также индивидуальный подход. Вот за 10 лет нашей деятельности, два года и несколько месяцев, каждую субботу у нас прием граждан, выделяем гуманитарную помощь в виде продуктов и одежды. Это сотни людей, да. И каждый четверг уже на протяжении 10 лет не было еще такого, чтобы каждый четверг у нас не было приема граждан. То есть мы, 95% малоимущих нашей республики, нуждающихся, именно тяжелые случаи, мы их знаем. Помимо этого, у нас уже какой-то профессионализм выработался, и элементарно пообщавшись с семьей, с человеком можно тоже понять, семья нуждающаяся или нет, когда ты посещаешь их жилища, проводишь такой абстрактный осмотр жилищных условий, ты это все видишь и понимаешь, что человек нуждается или нет. Но нужно отметить, что сейчас, несмотря, опять-таки, на какие-то условия жизненные, есть поддержка еще и от государства. Это выплаты президента Российской Федерации, которые реально тоже помогают многодетным семьям. Вы знаете, я вообще иногда удивляюсь, приятно удивляюсь, когда вот малоимущая семья, вот, например, одна семья, да, у них было, и есть, слава богу, 12 детей, и они жили в ужасных условиях, прям очень ужасных. Вы к ним зайдете, сказали бы, что это фильм ужасов. Ну, это в том числе вина родителей. Элементарно можно лампочку вкрутить наверху, да, чтобы свет был, там, я не знаю, чуть-чуть подкрасить. Но когда есть поддержка от государства, вот мне приятно, они сейчас, они жили в съемном жиле, в ужасном просто. Они сейчас переехали в квартиру с ремонтом. То есть эти выплаты помогают им снимать жилье, эти выплаты помогают им одеться. Помимо этого мы им помогаем и продуктами, и одеждой, и всем, что надо, всем. И, конечно, очень радует, что многие семьи, они смогли как-то выровнять свою ситуацию проблемную. Ну, это в том числе зависит от самих родителей. Есть родители, которые не хотят двигаться вообще. При этом они, у них очень много детей, и этот процесс не останавливается. То есть он все больше и больше детей. Но, конечно, мы призываем таких родителей, а может, где-то даже порой и пугаем, что нужно содержать свое жилище в чистоте, чтобы дети были чистыми, чтобы дети занимались уроками, чтобы в школу ходили и так далее. И в этом, конечно, не только мы стараемся. Есть органы опеки, многие другие организации. Но в целом, опять-таки повторюсь, несмотря на сложную историю, многие семьи как-то вылазят из этой ямы. Элементарно вот сейчас в селении Сунжа есть одна очень крупная строительная компания, которая обратилась к нам, говорит, так и так, кому бы нам построить дом. Только анонимно, прям вот они очень просили, чтобы вообще нигде не говорили. Ну, ладно, не скажем. И вот они строят очень такой бедной семье, новый дом до дверей, короче, до мебели. Вот все новое. Поэтому такие истории тоже есть, конечно. Хотелось бы, конечно, чтобы таких историй было побольше в нашей республике. Да, мы тоже. Нет, есть такие истории, вы знаете. Много добра, много интересных фактов, событий в сфере благотворительности, о которых мы, может, с вами не узнаем, потому что кто-то не разрешает об этом говорить. Но мое мнение, когда я скажу, что вот, например, Бавария, вот я везде, где бываю, везде говорю, вот Бавария помогла вот с этим. Другой предприниматель тоже, например, крупная организация. Ну, Бавария помогла, давайте мы тоже поможем. Привожу пример какую-то маленькую организацию. Они помогли, мы тоже поможем. То есть, пример, он может быть заразителен. Почему нет? Очень бы хотелось узнать, что все-таки представляет из себя помощь, которую вы оказываете. Вот пришла к нам семья, они заходят к нам, у нас есть проект «Вишока добра». Они смотрят одежду школьную, там рубашки, костюмы, для девочек тоже костюмы. Помимо этого, сразу им выделяются констравары. Все, что необходимо, начиная там от ножниц, я не знаю, заканчивая, ну, все, что необходимо для школьников, все. Ну, мы же знаем семьи, которые дополнительно нуждаются в поддержке, мы сразу им еще даем продуктовые наборы. Помимо этого, у нас еще мероприятия, мероприятия, там у нас бывают аниматоры, детей радуем. Ну, конечно, детям очень радостно в портфельчиках, в новой форме, с констоварами отправиться в мир знаний. Мы стараемся всегда помогать первоклашкам. У нас, как правило, большая часть первоклашки, ну, и старшеклассников в том числе. Сколько семей планируете охватить в этом году? В рамках акции мы планируем, как минимум, тысяча человек охватить в этом году. Стараемся очень. Надеюсь, у нас получится. Ну, минимум, тысяча точно. Это жители Владикавказа или районов тоже? В том числе все наши районы, начиная от Моздокского, заканчивая Иравским районом. Конечно, тысяча, это, ну, для нас это небольшая цифра, с одной стороны, но с другой стороны, большая цифра. То есть усилия от волонтеров, тут очень много усилий. Вы знаете, это тоже кому-то покажется, тысяча детей подготовить так просто, но мы за каждый карандаш там переживаем, чтобы все хватило для детей. Поэтому здесь я хочу еще выразить благодарность нашим волонтерам. Как раз хотела вас спросить, потому что реализация любого проекта, любой акции невозможна, без сплоченной активной команды. У вас она есть? Давайте расскажем о ребятах. Кто они? Я знаю, что некоторые работают с вами и помогают уже не первый год. Вы знаете, у нас, вот мое мнение, у нас очень интересная команда. У нас в команде как и здоровые ребята, так и с инвалидностью. Я вам даже скажу, что с инвалидностью ребят больше. Это настолько сильные люди, вот им в час, в два часа ночи, в три часа ночи, без разницы, вот когда мы особенно отправляем гуманитарков военнослужащим, настолько это в хорошем смысле ненормальные люди, если можно так сказать. Мы все ненормальные. Это неоплачиваемо. Единственное поощрение, это вот скажут, вот пришел на 15-й регион, там ребятам сказал, вы молодцы, там грамоту дал. Что им еще ничего особенного, кроме вот наслаждения. Это же реально такое крутое наслаждение, такое чувство радости, счастья, когда ты что-то хорошее можешь сделать. У нас ребята, которые пришли, например, изначально, многие из них остались. И, как правило, остались ребята, которые в своей жизни испытывали какие-то сложности, какую-то трагедию. Потому что они не понаслышке знают, как необходимо бывает в сложный момент помощи. Но вот для меня еще удивительная история, когда рядом с нами есть ребята, например, с детского дома Дук-Дур. Это здоровые ребята, но у них психоневрологические больные. Вы знаете, насколько с ними интересно, насколько с ними и сложно в этом моменте. Ну, тоже сложно, признаюсь. Но настолько человек, который ему сложно что-то воспринимать. Но вот то, что надо делать добро, им вот в детском доме это с малых лет... Внушили. Внушили. Вот я не знаю вообще, это терминаторы благотворительности, я бы их так назвал. Вот сегодня у нас будет акция, как раз тоже. Вы видите, представляете, есть ребята, они элементарно воду выпить не могут, им тяжело. Но при этом они у нас волонтеры. Я иногда ругаюсь, конечно. Там вот, например, парень с ДЦП хочет там картошку фасовать. После него там вся картошка по всему центру раскидано. Но вы когда видите его усердие, его желание это делать, пусть он всю эту картошку раскидает по всему городу, лишь бы он это же вот удовлетворил свою потребность. И у нас таких ребят очень много. Благодаря им у меня всегда их волос стало тоже больше. Амурхан, на твой взгляд, почему так важно проводить такие акции? Недавно мы стояли в центре «Мой бизнес» на Шмалевича. И подходит девушка. Здравствуйте, а вы меня не узнаете? Я говорю, блин, извини, но я нет. Я вот там, меня зовут так-то, так-то. Я из Нового Батако. Рубаева хорошая девочка. Но я ее не вспомнил, если честно. Она говорит, ну вы помните, я была маленькая, мне нужна была срочная операция дорогостоящая. И вот жители Осетии, в лице фонда там и так далее помогли. Я вот на нее посмотрел, как быстро время летит, то это уже девушка. Она была совсем маленькая. И она уже девушка. И она это запомнила. И она подошла, могла мимо прийти. Она подошла и говорит, можно я хочу вместе с вами делать доброе дело. Я добавил в группу «Быть добру». И таких, как она, у нас очень много. Вы знаете, во-первых, понятно, мы облегчаем родителям их там семейный бюджет, который, к сожалению, проблемный. Мы им помогаем. Но здесь еще очень важен, ну, может быть, не каждый понимает, воспитательный характер. Вот вы знаете, дети, которые приходят к нам в проект и видят, когда их родители там стараются им вещь взять, да, не всегда это новая вещь. В больших случаях это бушная вещь. Ну, она чистая, постиранная, но бушная. И когда ребенок это видит, на мой взгляд, это самый мощный мотиватор по жизни чего-то добиваться. Вот мое мнение такое. Раньше у нас родители вот в черных пакетах искали помощь для своих детей. И это, если честно, не очень приятные картинки, когда заходит мать со своим ребенком, которому там 12, 7, не знаю, 14 и старше, и младше. Но дети же понимают, что их мама не может им купить вещь, и она им ищет в этом черном большом пакете. Я старался с офиса выходить, но неуловко мне было смущать этих детей. Ну, им немножко стеснялись они. И у нас была мечта, чтобы у нас был такой магазин, как сказать, магазин только бесплатно. И вот у нас есть такой центр, как раз, где мы будем эти констовары выдавать. Ты туда приходишь, получаешь помощь. Это вот красивое место. Как магазин, заходишь, выбрал, все висит красиво. Есть раздевалка, померил, подошло, забрал. То есть, как в магазине, только бесплатно. И дети туда приходят, они себя не чувствуют какими-то ущемленными, или они не стесняются. То есть, уровень совсем другой. И стараемся благотворителей наших тоже, конечно, воспитывать, потому что для кого-то жалко выбросить ненужные вещи, которые, к сожалению, нужно утилизировать, привозят нам. И для нас это очень большой труд все это сортировать и потом утилизировать. Я заодно хочу призвать наших жителей. Благотворительность это очень тонкая материя. Очень важно уважать людей, очень важно понимать, что человек, у него есть чувство собственного достоинства, он себя тоже любит. Вы знаете, вот если вы на улицу видите, все мы же видим, есть прям вот люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, которые живут на улице. Есть у нас такие. Мы их хорошо знаем, все им предлагаем, они от всего отказываются. Насколько у них мощное обостренное чувство, самостоятельности и самодостаточности, вы им деньги протянете, они не возьмут. Поэтому очень важно друг друга чувствовать, уважать, и вот это очень важно благотворить. Амурхан, я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в гости. До новых встреч. Спасибо большое вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова